привет всем мы группа добро занимаемся музыкой пишем песни то о чем мы пишем то какие они лучше оцените сами послушайте всю музыку и слова для своих песен мы пишем сами также все аранжировки сами придумываем сценарий к своим клипам сами их можно сказать снимаем находимся в процессе сами монтируем много творческих процессов которые вертятся вокруг нас вокруг артиста и мы стараемся всем этим заниматься сами нам это очень нравится участвовать в каждом процессе создания вообще всего что можно представить это песни клипы в обложке в общем да так мы занимаемся подсчетом своих песен подсчетом своих работ потому что это наверное уже не посчитать наш творческий путь начался с детства со школьных времен и любая зарисовочка даже школьного времени невозможно повлияло на то чем мы занимаемся сейчас и это точно какая-то лестница и ступеньки каждый год и каждая строчка и песня это ступень выше и выше вот у нас осенью выходит альбом я думаю что это будет наш первый такой осознанный профессиональный прям альбом да но до этого они были у нас и тут сложно понять что считать а что не считать какая из песен уже является серьезной подходит подсчету какая это просто набросок это огромное количество работ мы из музыкальной семьи наши родители занимаются музыкой и с детства нам привели любовь к музыке подсказывали нам в наших каких-то начинаниях подсказывали как можно это лучше реализовать учили играть на музыкальных инструментах воспитывали в нас вкус до воспитывали вкус и потом мы поступили в музыкальную школу где развивали свои навыки игры мы занимались в музыкальной школе на аккордеоне после этого подключилась и гитара и клавишные фортепиано и труба мы играли в оркестре еще с музыкальной школы все это просто разрасталось и вот теперь дошло до таких масштабов которым и кстати еще с детства были наверное готовы и мы с детства понимали и хотели заниматься музыкой в будущем точки когда мы сели и подумали давай вместе делать группу давай вот разделим обязанности конечно не было все это само собой распределилась и мне сложно понять как у других братьев и сестер какая конкуренция присутствует о которой вы возможно и говорите но так как у нас одна цель и мы к с ней вместе идем просто возможно каждый из нас с разных сторон подходит к реализации этих целей мы озвучиваем друг другие друг другу идеи как лучше сделать допустим припев песни или там что-то еще пробуем каждый вариант то что предлагает брат то что предлагаю я выбираем лучшее вот пути достижения цели могут быть разными главное сама цель у нас никогда не было споров по самой цели мы смотрим в одну сторону я помню меня впечатлила группа дискотека авария и ответы и мошенники когда я был школьником наверно класс 5 у них были ну и есть сейчас кочевые треки и с таким около хип-хоповым звучанием меня это тогда сильно привлекало там была дерзость и протест который который нужен школьнику я думаю да поэтому сейчас некоторые артисты популярны благодаря своей дерзости конечно среди школьников мы понимаем что школьнику нужно вот что-то такого какого-то драйва и это есть в музыке я помню как мы там да там нас родители звали посмотреть какие-то выступления там аварии мы всегда следили то есть мы не просто там поверхностно мы смотрели выступления разных артистов и повторю так как у нас родители музыканты мы слушали и разную музыку далее в которую нам предлагают слушать музыкальной школе на музыкальной литературе то есть а далее в музыкальном училище этот путь вокруг нас много музыки мы все это в себя впитывали знакомы с очень разными жанрами и в каждом из жанров есть очень классные работы и точно есть что оттуда подчеркнуть и над чем сделать выводы я еще хочу сказать что вот я слушал такой около хип-хоповую музыку а потом появилась прям рэп группа каста это переключило мое внимание с дискотеки аварии от пятых мошенников на касту и вот этот жанр так очень привлек и потом было очень приятно познакомиться с группой каста и даже посотрудничать когда я был школьником я бы не мог себе даже представить что я буду знаком с этими пацанами а еще и работать вместе с ними над их творчеством со временем сейчас конечно уже привыкаешь и не испытываешь тех эмоций при знакомстве с артистами потому что большинство артистов уже нам знакомы мы со многими дружим там на связи но вспоминаю вот там первые моменты знакомства сообщение обратной связи с кем-то проходки в гримерку да с кем-то из тех кого ты слушал в там в школьное время это очень крутые эмоции это показывает что мы двигаемся в правильном направлении да нет мы друг друга называем по имени да миша иван ваня ну все достаточно понятно и собственно мы в творчестве такие же как мы в жизни мы в творчестве также говорим как в жизни те же ценности которых мы говорим мы нам близки в жизни и родители также называют нет никаких а если есть то мы вам о них не расскажем а или расскажем но в творчестве мне кажется сейчас такое перенасыщение музыки практически каждый день выходит не то что там новая песня десятки новых песен появляется десятки новых имен которые ярко быстро загораются но также быстро гаснут прям моментально даже не успеваешь последить насколько это быстро все происходит не могу выделить какой-то жанр который сейчас рулит ну я думаю что у каждого артиста есть такое что я знаю этот жанр сейчас самый популярный буду в нем работать мы работаем в каком-то своем жанре мы его недавно совсем нащупали создали такой гитарный хип-хоповый душевный да вот мне кажется что чем больше мы будем задумываться каких-то жанрах тем меньше у нас будет времени которого и так категорически катастрофически мало на то чтобы подумать посмотреть вокруг порадоваться насладиться жизнью вот поэтому наверное в этом тоже есть какая-то загадка и доля успеха не обращать внимание на какие жанры не думать не анализировать обращать свое творчество и обращаться к своему сердцу и к своим внутренним ощущениям если мы своим внутренним ощущением угодили значит все мы сделали классно значит найдутся наши единомышленники которым также понравится как и нам мы не оцениваем и индустрию в целом потому что мы особо на нее не смотрим на самом деле и вот мы недавно размышляли не так много времени чтобы что-то послушать потому что после концерта хочется какой-то тишины в дороге мысли немножко освобождаются и появляются идеи для своих новых песен то есть дороге тоже особо не хочется музыку слушать приезжаешь домой хочется сочинять свою музыку то есть что-то прям слушать не получается с какими-то новинками иногда ознакомливаемся ну просто любопытно что делают наши коллеги сейчас сложно получать лично мне какие-то яркие эмоции от песен возможно потому что их очень много и сейчас песня это не только способ передачи мыслей и какой-то посыл от артиста сейчас песня эта форма которую различные блогеры артисты нашли как возможность заработка монетизации поэтому в песню вкладывается не только мысли и посылы и энергии которую я хочу получить а еще и вкладываются какие-то формулы схемы к рекламе даже интеграции как бы привлечь внимание и может быть это подсознательно как-то вот лично мне ощущается поэтому не слушаем и в дороге как сказала иван мы наверное придумываем а когда мы освобождаемся от концертов то мы реализовываем свои идеи и очень часто последнее время я слушаю наши песни и получают этого удовольствие огромное переслушиваю много раз поверьте это происходит не у всех артистов и не и долгое время не происходило с нашим творчеством вот и только крайне несколько лет все именно так по поводу мата это уже от оценка человека и оценка музыки мы не оцениваем честно говоря никого и даже когда мы участвуем каких-то передачах где нужно поставить оценку это делаем с трудом потому что знаем цену всему ну что производит артистом любому каверу который нас просят оценить мы понимаем что человек очень сильно постарался привел себя в порядок оделся поставил камеру и ставил свет поставил свет да и мы не догадываемся какие есть возможности у этого человека может быть это максимум что он в принципе может выжить из своей жизни из своего материального состояния и поэтому сложно оценить вот со стороны объективно но на наших песнях нет мата так как его нет в нашей жизни да не потому что мы хотим выделиться когда-то возможно наличием а то выделялись от других сейчас отсутствие мата выделяются все вы видите так происходит протекает что лучше не пытаться ничего из себя представить а показать себя какой то есть потому что каждый из нас каждый из людей он индивидуален и вот самое важное самое ценное найти себя понять какой ты и показать я думаю что есть артисты которым конечно же очень нужны лейблы и продюсеры это те артисты которые классно поют но возможно они не умеют сочинять или не знают у кого купить где песню поэтому конечно же таким артистам нужен продюсер им он подскажет какую песню лучше спеть в какой тональности какой клип лучше снять в нашем случае мы сами пишем песни сами придумываем сценарий для своих клипов сами придумываем как продвинуть свое творчество в нашем случае продюсер не нужен но таких ребят и артистов не так много и нужно еще тоже понимать что нас двое если бы каждый из нас двигался по по одиночке то было бы намного сложнее даже двое двоим не сказать что все налегке проходит очень много задач и в нашей группе есть продюсеры это мы то есть всю функцию которую выполняет продюсер выполняем мы поэтому продюсер в группе конечно нужен но будет это сторонний человек или будете им вы уже решайте сами ну сейчас мы обрастаем командой сейчас у нас есть свой человек который уже занимается концертами чтобы мы не ждали приглашение с какого-то города сами выбрали город решили там делать концерт сами занимаемся организации концерта в этом городе постепенно развиваем и концертную деятельность самостоятельно обрастаем профессиональным профессионалами и в сфере фотосъемки в сфере съемки видео все вокруг нас вот так аккумулируется притягиваются к нам творческие люди мы этому безгранично рады и вот так постепенно это все перерастает из просто двух братьев которые занимались творчеством там школьное время в большую команду профессионалов шоу-бизнеса у нас были фиты потому что повторюсь у нас очень долгий путь и мы записали это сотни сотни песен и когда-то мы с кем-то записывали но это конечно неизвестные артисты потому что и мы на тот момент были неизвестными артистами конечно цели и мечты записать с кем-то фит у нас нет абсолютно у нас есть задача цели мечта написать классную песню которая будет нас вдохновлять которая будет вдохновлять людей вокруг которая будет приносить нам радость счастья потому что мы всем занимаемся занимаемся музыкой потому что нам это очень нравится и только при получении результата уже по готовности песни наконец-то ты чувствуешь себя счастливым я даже не могу представить когда мы захотим сделать фит это должно быть что-то написаться сочниться такое где мы сказали бы слушай здесь допустим не хватает вот такого-то голоса пока мы пишем такие песни которые мы сами реализовываем и знаем как это сделать но у меня это чаще всего youtube у меня youtube наверно одна из самых популярных соц сетей я просто смотрю постоянно какие-то видео уроки по там звукорежиссу ремонтажу какие-то такие вот обучалки и люблю юмористические всякие видосы стендап не знаю такие передачи собственно телевидение то же самое в том же направлении то есть либо это какие-то развлекательные каналы ну тот же стендап либо national geographic очень классно есть них передачи это что может отвлечь нас от нашей деятельности и погрузить вообще в какой-то мир с помощью national geographic мы можем попутешествовать и конечно кино кино я люблю за и хочется ну это необходимо каждому человеку как-то наполнять себя эмоциями энергией и это можно сделать с помощью путешествий интересных знакомств ему вот и выбираем какие-то такие источники где все это есть радио слушаем в такси если я самым не хватает времени и нет какой-то не знаю мысли о том давай брошу все включи радио допустим на кухне там да мы не так много времени у нас играть youtube да мы есть во всех соц сетях потому что нужно доносить свое творчество всем людям но кто-то сидит в одноклассниках кто-то в контакте кто-то в твиттере ну и мы стараемся всех вести интересно делать там посты чтобы человек не ограничивался чтобы человеку не приходилось заходить куда-то пускай он чувствует себя комфортно пользуется той сетью которой он привык и там он найдет наши песни наше видео ну и хочу отметить что мы стараемся отвечать всем своим слушателям на все сообщения не всегда конечно это получается но мы стараемся и собственно все это время и уходит на ответ наше время нахождение в соцсети он чаще всего уходит на время уходит на ответы на то чтобы прочитать кто тебе что написал ознакомиться так чтобы зайти посмотреть какие-то новости уже давно невозможно что в контакте уже там больше десяти тысяч человек там очень много подписчиков до десятки тысяч подписчиков и в лента новостей превращается из ленты твоих знакомых в ленту огромного количества незнакомых людей ну если можно назвать соцсети youtube то наверное youtube потому что там мы можем посмотреть там можно посмотреть камеры на наши песни кто-то загружает видео с наших концертов там тоже интересно посмотреть свои концерты со стороны и еще это одна из немногих соц сетей может быть даже единственная которая доступна во всем мире потому что в контакте в европе не пользуются одноклассниками также apple тоже в россии не все пользуются в европе spotify в общем их очень много и они конкурируют между собой по моему один youtube он объединяет всех и мы это ощутили когда у нас начались гастроли в европе мы дали около там 15 концертов германии в литве в чехии в молдове были в общем в совершенно разных странах барселоне в испании мы были и общаясь с организаторами общаясь с людьми которыми нас там получается пересекаться как-то в гримерке или люди подходят фотографироваться нам вот поначалу было очень интересно как происходит их жизнь где они слушают где они смотрят и все это все эти страны всех этих людей объединяет youtube и youtube он мне кажется одна из самых классных соцсетей для музыкантов потому что если твое видео классно он предлагает его в рекомендованных видео другим пользователям и вне зависимости от того какое количество подписчиков если ты сделал классное видео у него там есть лайк есть комментарии youtube его еще кому-то показывают потом еще 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 и на примере нашего клипа юность да и там и до этого клипа по целую сейчас из одного на примере наших крайних клипов мы понимаем что все работает что все рекомендации ютуба справляются на юности каждые два дня плюс миллион просмотров вот так все само собой распространяется это невероятно и классно что есть такие соцсети что ребята такие же как мы обычные парни девчонки делают создают и каждый день улучшаются сюда и все это двигают в принципе ну во всех соцсетях надо чаще всего люди пишут когда приедете к нам в город с концертом вот это самое частое сообщение ну вот часто просят а спой там или запиши видео но это конечно мы так не делаем потому что не хватит времени и вообще ну наверное еще нужно отметить что наверное самое частое это все таки благодарность или это тоже или отметка в stories если мы говорим про инстаграм и еще часто выражают уважение там пишут спасибо за песни они там сделали мое лето к примеру да выкладывают stories видео вот это вот самое популярное что мы получаем а в принципе наверное все остальное люди получают из наших песен никакие конкретные вопросы нам не задают и эмоции которые получают через песни наверно им достаточно чтобы от нас больше ничего не требовать вы знаете есть такая штука среди композиторов музыкантов right camp когда съезжаются огромное количество авторов композиторов единомышленников там и исполнителей в один дом селится там на какой-то промежуток времени пишут мозговые штурмы проводят мозговые штурмы каждый день стоит задача написать новый трек да возможно из этой формы все переросло в тикток дома и скорее всего это для удобства самих ребят которые там находятся вместе вместе легче вместе накидывают новые идеи сразу же их реализовывал особенно для съемки видео сложно делать все самому есть разные идеи задачи которые в которых в реализации сложно саму да необходим кто-то еще а может быть еще кто-то и вот наверно поэтому появились тикток дома мы не так сильно следим и даже не не особо знаю наличие название этих тикток домов если ребятам комфортно и вы о них спрашиваете и они ну значит у них получается какой-то есть успех значит они молодцы нашли форму это просто форма достижения цели реализации кто-то может один кто-то лучше сделает это в команде классно если вы нашли свою команду по поводу веры и того что заставляет нас двигаться или делать так а не иначе об этом все мы тоже наверное говорим наших песнях и возможно даже прямым текстом конечно есть вера в не знаю в мечту в то что вокруг нас ну что то есть что мы не одни что мы кому-то нужны и что говорю про каждого человека не только про нас и про то что все что мы делаем не просто так вот я наверное назову это как возможно не совсем конкретно но это сложно описать конкретно это то что невозможно описать конкретно это нужно чувствовать если вы чувствуете и вам это помогает супер верьте если вам кажется что это у вас в чем-то ограничивает избавляйтесь от того что вас ограничивает и находите то что вам поможет и вас поддержит расскажу что мы из маленького города родом мы родились в донецкой области в украине в городе курахова по-моему около 18 тысяч человек населением может быть очень большой городов большой привет всем кто живет курахово всем кто жил кто у нас помнит знает или может быть сейчас об этом узнает сейчас очень много мы получаем сообщение о том что правда ли вы жили в курахово правда ли что вы учились в первой школе сейчас тоже тут учусь да и с ребятами там даже 10 лет разница это уже выпускники они нас не помню они были еще первоклашки когда мы выпускались и потом там уезжали учиться То есть мы из обычного небольшого городка. По поводу финансов. Честно говоря, когда ты маленький, то ты об этом не думаешь. И каким бы ни были условия в детстве, наверное, все равно они оцениваются по-другому, чем если оценивать их с сегодняшнего дня, оглядываясь назад. Ну, малыши, они как-то видят свое что-то, и они, может быть, кто-то и не знает, и как, может быть, по-другому живет в конкретной семье, в конкретных условиях. И для нас это никогда не было темой для размышлений, для раздумываний, каких-то цифр. Мне даже сложно назвать. Но это мне нужно прямо сейчас взять тетрадочку, погрузиться в цифры, посчитать просто конкретно, сколько мы тратим на дорогу. Нет, у нас нет таких целей, и, слава богу, сейчас нет такой необходимости ввести вот такой подсчет. Ну и, наверное, опять же, я вернусь к нашему творчеству и к ценностям, о которых мы говорим, можно понять, что нас это не волнует. Тема денег нас интересует точно не в первую очередь. Все строится от запросов, потому что, конечно, на что-то не хватало. Но любому миллионеру сейчас на что-то не хватает денег. То есть тут уже есть какие-то, наверное, границы в голове, что тебе необходимо. На все необходимо. Да, ты уже устраиваешь приоритет, что я сейчас куплю, вот это или вот это. И границы необходимого тоже у всех разные. Кому-то необходимо одеваться вот так, а кому-то необходимо просто одеться. И у нас тоже были какие-то определенные границы необходимого, и мы в них вписывались. Ну, даже сейчас, общаясь с разными ребятами, неважно, артистами или просто, мы понимаем, что кому-то необходимо каждую пятницу, субботу сходить в клуб. И он не представляет, а как вы не ходите. Мы не ходим в клубы, у нас свои есть интересы и свои пожелания по проведению времени. Поэтому нам хватало на наше необходимое. Да, у нас есть свой мерч, и мы не только там на съемки, на концерты в нем ходим, в повседневной жизни, дома, куда-то на прогулки. Мы всегда везде в нем, потому что, когда своя одежда, она как-то больше не то, что там нравится. Ощущение внутри другое. В какой бы я другой, возможно, очень дорогой одежде не был, но я одену потом свой мерч, и, естественно, я как-то буду себя свободнее чувствовать. Это придает сил. Да, да. Ты понимаешь, что вот это свое. Как-то оно греет во всех смыслах этого слова. И, наверное, вот мы начали делать одежду, как раз потому, что наш внутренний голос нам как бы говорил о том, что классно было бы сделать свою одежду, чтобы в ней ходить. И мы делали ее для себя. Конечно, сейчас есть огромный запрос и огромное количество заказов, если мы переведем уже в бизнес разговор. У нас есть интернет-магазин, где продается мерч с цитатами из наших песен. Добростайл.ком, кому интересно, заходите. Там есть цитаты из разных наших песен. У нас есть своя команда, которая производит. Это не просто купленная худи, свитшот или футболка, на которую просто потом печатают или вышивают. Ребята создают свои лекалы, пробуют разные модели. Мы приходим, смотрим, меряем, советуемся. И все это тестируем мы. Да, да, да. Как только мы говорим, что да, вот это комфортно, вот она сидит и капюшон ровно такой по размеру, как нам хочется и как нам нравится, мы останавливаем, закрепляем и вот в такой форме и продаем. То есть ровно такая же кофта, такая же футболка и свитшот у нас в продаже. И сейчас шкаф просто весь черный. Футболка, свитшот, одинаковых принтов очень много, потому что и много съемок, и много поездок. Конечно, ты не будешь, не можешь ограничиться одной и двумя вещами. А если мне нравится вот такая, то мне нужно таких 10 штук. И вот так вот в шкафу мы даже смеемся, когда открываем шкаф. Мне кажется, дружба есть. Всегда. Я, честно говоря, не знаю и не совсем понимаю границ сейчас, раньше. Время, ну, ничего не меняется. Мне кажется, люди не меняются. Люди такие же. Важно то, как мы на это все смотрим, как мы это оцениваем. И каждое поколение говорит, да вот молодежь не та. Ой, раньше там была лучше, а сейчас не та. Мне хочется сказать, что молодежь сейчас вот такая. Мы знаем молодежь. Мы с ними общаемся. Мы с ними работаем. Мы с ними снимаем. Мне кажется, что мы есть часть молодежи. И, возможно, это конкретные какие-то случаи, на которые мы делаем оценку чего-то. Может быть... Возможно, да, идет оценка каких-то ярких примеров, по которым строится впечатление, что... Обо всем. Да, да, обо всем. И как о каком-то предательстве не стоит делать вывод, что это повсеместно. Вот у нас очень дружная компания в Казани, с которой ребята, наши слушатели, с которыми мы встречаемся периодически, проводим время, привлекаем их в наши съемки. И вот у нас есть закрытая беседа. Расскажу всем, потому что об этом никто не знает. И у нас нет ссылки в эту беседу в каком-то общем доступе, где сотни ребят, которым близко наше творчество, прям самых активных слушателей, с которыми мы общаемся, делимся чем-то... Да, эксклюзивным. И когда мы снимаем клипы, нам нужно что-то, например, гараж или нужна конкретная локация, нужна крыша. Мы сразу закидываем в беседу. Ребята, у кого есть гараж? Нам накидывают варианты. У меня, у меня. Мы приезжаем, смотрим гараж, поехали там, кто знает, где есть открытая крыша. То есть все ребята, с которыми мы пересекаемся, которые притягиваются к нам, это открытые, искренние, приятные, умные люди, которые могут сформулировать, могут за что-то благодарить конкретное. Не знаю, может быть, так получается, что мы, я не знаю, не замечаем чего-то. Ну, значит, акцентируйтесь на том, на чем бы вам хотелось акцентироваться. И все сразу поменяется в жизни. Мы все говорим прямым текстом практически в своих песнях. Надо просто взять, послушать. Послушайте, ребята, у кого возникает вопрос по поводу наших отношений, какие девушки нам нравятся, на что мы обращаем внимание, что для нас является первоначальной ценностью. Просто отвлекитесь от всего, послушайте. Ну, еще, наверное, мы больше скажем в новом альбоме. Потому что я сейчас говорю так, потому что знаю больше и слышал больше песен «Добро». Чем другие люди. Да, есть еще ряд песен, целый альбом, который нам уже знаком, любимый и близок. И все эти темы мы говорим в альбоме, поэтому послушайте те песни, которые есть в сети. Если у вас останутся вопросы, дождитесь альбома, послушайте, и у вас точно не останется вопрос. Нужно оценивать творчество не так прямо. Если я говорю, что я вышел из подъезда, и не нужно, наверное, визуализировать, что я вышел из подъезда, я описываю конкретный шаг. Потому что песня и творчество — это мысли и эмоции. Которые помогают погрузить в настроение. Как передать эмоцию? Это очень сложный момент. И в передаче эмоций мы подбираем конкретные слова, формулировки, погружаем в какое-то настроение. Да, в какое-то настроение человека, чтобы передать эту эмоцию. То есть в целом по поводу «люблю я кого-то или не люблю» можно понять по песне. По «люблю я брюнетку или блондинку» — конечно, не услышите, но потому что такого в моей жизни и не происходит. Ну, мыслью гораздо шире. Цвета волос. Да. Лично мне больше нравится естественная красота девушки. Без всяких коррективов, там, не знаю. Вы сказали «бьюти тюнинг», и я сразу подумал, а что вы имеете в виду? Не, я понял, бьюти прекрасно, тюнинг. Да, да, ну просто что эта формулировка не встречается в нашей жизни. То есть это словосочетание я слышу от вас впервые. В моем поле зрения разговоров об этом нет. Надо подумать, чтобы точно ответить. Но, не знаю, пока, да, меня привлекали девушки естественной красоты, открытые, искренние. И все равно, в первую очередь, мы на это обращаем внимание. Бывают люди, я думаю, у многих из вас есть такие, о внешности которых вы даже не задумываетесь. Вам просто нравится человек или не нравится человек, каким бы он высоким или низким не был. И вот это, наверное, самое классное, когда встречается тот человек, которого вы не оцениваете, не анализируете, не думаете о том, какой он нарочно, ну там, ресницы, да, или волосы, или что еще можно нарастить. Если, ну, происходит какая-то магия, это как с песней, с хитом. Тут не нужно анализировать, сколько там раз припев ставить, куплет. Если бы это классно происходит, вы внутренне ощущаете комфорт, счастье, вам больше ничего не нужно и не важно. Я не люблю, когда непрофессиональный подход, там, в какой-то профессиональной сфере. Вот когда невоспитанные люди. Да. Еще не очень нравится, когда люди хотят показаться лучше, чем они есть. И мне гораздо будет приятнее и комфортнее работать и общаться с человеком, который точно знает, в чем он недорабатывает, в чем он еще не так силен, и он сразу об этом расскажет. И я просто в работе с этим человеком буду это учитывать. Буду знать, что вот тут у него можно, я ему, если что, помогу. И это, как раз это, наверное, определяет профессионал от непрофессионала. Ну, обман, мы не любим, ну, в принципе, все понятные вещи. Вот все какие-то негативные там черты, хамство, возможно, по это, да. Да, да, высокомерие. Их много, много можно перечислять. То, что мы любим, искренность. Тут, наверное, можно ограничиться одним ответом. Если человек искренний, каким бы он ни был для нас, может быть, он не был бы нам близок, но зато мы бы знали, что вот он такой, он искренний, и он точно получает наше уважение. Что он сразу показал себя. Сразу показал свое лицо, какое он есть. Ограничимся искренностью, наверное. Ну, я думаю, что мы будем собирать еще большие залы. Наши песни будут еще более услышанными, там, да, большими хитами. Еще громче будет звучать отовсюду наша музыка. Но точно я знаю, что не поменяются наши ценности, потому что мы постепенно идем к успеху и ценим каждый этап, каждый шаг. Мы знаем ему цену вот... Успеха. Успеха, да. Цену результата. Мы знаем, какая работа за этим стоит. И не хочется это все потерять. Поэтому, конечно же, относишься ко всему с уважением. И мы появились как творческие единицы, как группа много лет назад. И песня «Юность», которая на сегодняшний день просто лидер во всевозможных чартах, там, и всевозможных стран, о которых мы даже, может быть, не подозреваем, это лишь следующая ступень в нашей популярности. До этого были песни «Мне глаза ее нравятся», десятки миллионов просмотров. «Думать о тебе», «Поцелуя», «По частицам». Их много. Которые уже тоже показывали успех, благодаря которым у нас начались гастроли, появились фанаты. Ну вот просто «Юность» — это самый большой успех на данный момент. Мне кажется, он пришел вовремя, и он не поменял нас. И я уверен, что он не поменяет ничего, не поменяет нас в дальнейшем через 10 лет. Ну, если наши песни будут еще большими хитами, то, естественно, будет больше людей на концертах. Они не будут помещаться в концертные залы, и тогда уже будем переезжать в стадион. Ну вот, собрать стадион, наверное, прямая такая формулировка, ее можно сравнить с формулировкой «попасть в чарт». Эти формулировки в голове, эти границы не могут мешать создавать песни. Ты будешь искать... Подсознательно будешь стараться кому-то угодить. И искать путь достижения этой цели. Неважно, какой будет путь, важно как бы прийти. И бывает, происходит что-то, что ты даже не думал, не оценивал, не анализировал, и не знал, что придет именно отсюда. У нас осенью выходит альбом, и мы планируем снять на большую часть из этих песен клипы. То есть вот у нас планы сейчас съемки, съемки, съемки. Уже есть идеи на ряд песен. Осталось только нам сейчас приехать в Казань, завершить все дела в Москве, и сразу окунемся в этот творческий процесс. Мы уже знаем, на какую оптику мы будем снимать уже. Кто снимает, тот понимает, о чем мы. Мы уже выбираем линзы, знаем, какой будет цвет, какие технические задачи. Мы их в голове уже решаем. Осталось только начать решать физически. И после альбома будет ряд клипов, которые стоит ждать и стоит посмотреть. Нам кажется, что вы получите удовольствие от просмотра этих клипов. По поводу концертов, конечно, есть огромные планы, и они были еще, начиная с весны, но вся ситуация с коронавирусом вмешалась в наши планы. И до конца мы можем раскрыть концертный потенциал. В каких-то городах уже концерты проводятся, и мы туда приезжаем. Какие-то города еще не уверены, очень отличаются регионы. И сейчас не хотелось бы конкретизировать какие-то города и даты, потому что уже сегодня даже что-то может поменяться, и нам могут о чем-то сообщить. Все это мы пишем у себя в соцсетях, в Инстаграме, ВКонтакте, в Ютубе. Везде, кто хочет найти, тот найдет нас и проследит. Ну, планы огромные, и мы постараемся все успеть, все сделать, как хотим. Самое главное в жизни — это быть честным по отношению к себе, по отношению к окружающим. И тогда, мне кажется, все будет складываться так, как человек мечтает, представляет. Ну, вот я говорю, мне кажется, опираясь на свои ощущения, мне кажется, должно быть все так. Самое главное в жизни — это не упираться в одно слово при ответе на этот вопрос, потому что жизнь, она многогранна, и здесь столько сторон и столько качеств, в ней наполнено, которые сложно даже описать. В общем, это цените друг друга. Это вот можно перестить... Относиться с уважением друг к другу. В пожеланиях даже можно перевести. Нужно цените друг друга, уважать. Вот это одно из главных. Мы хотим пожелать слушателям, не только нашим слушателям, зрителям, всем людям вокруг счастья, гармонии внутренней, уважать тех, кто рядом, ценить все, что с вами происходит. Каждый момент. Если какие-то моменты вас не сильно устраивают, делать выводы, проводить анализ и в следующий раз постараться не допускать чего-то. Ну и не стесняйтесь себе ставить какие-то цели, глобальные мечты, которые на первый взгляд вам могут показаться вообще неисполнимыми. Это все не так. Это вы ставите себе рамки. Поэтому не стесняйтесь мечтать. Ну и, конечно же, стараться реализовывать эту мечту. Не просто там, я вот мечтаю. Часто люди не видят пути достижения этой цели или мечты, и поэтому она кажется им... И не обязательно видеть изначально весь путь. Да. Вы можете не знать, как вы этого достигнете в финале, в итоге не видеть весь путь. Если вы видите шаг, делайте его. И будьте уверены, за этим шагом будет следующий шаг. Любви вам и добра. Ну и бесконечной юности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!